Да. Алло. Я пока не пойму, кто вы, на каком основании выдвигаете требования от компании, и где, кстати говоря, это требование, потому что устное требование не может иметь юридическая сила. Оно может быть рекомендательный характер носить. На судебном порядке, объясню сейчас, что мы. Это Вовфин коллег группы компаний «Быстроденьги», действуем на основании агентского договора, статьи 1005. Сейчас смотрите, какая ситуация. Документы предоставлены на приказном судопроизводство, уже в мировой суд по городу «Боксара». То есть, если было заправлено, уже без вас может быть 30 тысяч. А сколько я там денег-то взял, что вы мировому судье на судебный приказ там говорите, что вы будете отправлять? Какая сумма долга? 30 тысяч, 200 тысяч. Да, ну а что, какой тогда судебный приказ может быть, ребят? Судебный приказ от 50 тысяч рассматривается мировыми судьями до 500. Это закон. Нет, нет, у вас заблуждение. Какое сейчас заблуждение? Вы давно отдали свои знания в этом вопросе. Регулярно. Не, ну давайте так, хорошо, хорошо, подавайте, подавайте. Если вам нечем заняться, подавайте мировому суде. Ну, так или иначе, я отменю его. Подойдите за судебный приказ, я его через два дня отменю. Только исковая производство. А? То есть, вы откажете от оплаты, я правильно понимаю? В этом проблема. Да я не понимаю, кто такой финколлект, и я вообще с финколлектом никаких отношений не имею. Ничего не брал у финколлекта. Но вы же поняли, что меня это не пугает. Это самый обычный, справедливый способ решения. Если у вас есть вопросы, претензии ко мне, давайте в суд, подавайте, да и все. Иначе ничего не получится. То есть, им так, да согласен, да получится в любом случае, даже не снялась за это. Просто нужно ли вам это, просто по адресу регистрации? Конечно, ну я же вам... Что будет по адресу регистрации? Могут выезжать судебные приставы уже в дальнейшем. А зачем вам это надо? Зачем вам это надо? Зачем вам это нужно, если я по первой же повестке сам явлюсь к ним? Я сам явлюсь к ним по первой же повестке. Но вы попробуете еще до судебного пристава довести свой договор? Вы на основании чего хотите исполнительное производство реализовывать? На основании судебного решения? На основании вашей неоплаты хотим брать... Не-не-не-не-не, это слова, документ, на основании которого будет, как вы говорите, выезжать ко мне в гости судебный пристав, это должен быть исполнительный лист. А исполнительный лист выдается на основании судебного решения. В любом случае, давайте, Александр Васильевич, направится в договор судебный отдел уже, а вы... Давайте-давайте, надо было сразу делать. Зачем? Чего мозги себе там мучаете? А я уже более подробно сейчас, посредственные оплаты доведу. Давайте, конечно, свой кабальный... Договор, который несет признаки кабальной сделки называется. Кстати говоря, в суде даже, может, и не... Александр Васильевич, требования по оплате вы игнорируете? А я, понимаете, я вот, у меня три микрофинансовых организации, еще ни одна не смогла со мной в суде справиться. Полностью судья разворачивает эти договоры, да, с признаками кабальной сделки. Александр Васильевич, ожидайте, пожалуйста, уже связи из судебного отдела. Ну, хорошо. До свидания. До свидания, мужчина. Ну вот, друзья мои, очередной пример, как нужно себя вести с микрофинансовыми организациями. Ну, нужно учитывать, что они, когда сталкиваются с грамотной защитой, с грамотными аргументами, еще в досудебном формате, начинают соображать, что в суде с этим человеком ловить нечего. Ну, помните, да, как я вам паузы брал, вот этот вот взыскатель, да, когда ему, на его, как ему казалось, страшные предложения, да, заемщик реагировал совершенно адекватно, демонстрировал полное понимание ситуации, и тот просто, ну, паузу вот эти брал, чтобы сообразить, что происходит. То есть надежда на какие-то там безапелляционные его изъявления, волеизъявления, они полностью разрушены были при первых же фразах, при первом же, скажем так, взаимодействии с заемщиком, да, с должником, как они нас называть любят. И тут вот для него уже ступор. И вот я даже не сомневаюсь, и нечего тут сомневаться. Максимально вежливо держался чувак, ну, понятно, да, что он там с ним творилось, какие мысли у него в голове были, это мы все с вами понимаем. А, итак, элементарная юридическая грамотность, элементарная, я не утверждаю в каком-то там специальном образовании, поможет любому человеку, понимающему, соображающему и знающему себе цену, справиться, ну, практически с любой ситуацией, связанной с долгами. Пожалуйста, в описании этого ролика есть ссылочка на наш сайт. Заходите, посмотрите видео на этом сайте, узнаете много интересного. Также есть ссылка на группу ВКонтакте, там все ролики дублируются. Ну, с вас лайк, если понравился ролик. И, само собой, подписка, репост в соцсетях тоже приветствуется. На связи мне Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты, компания «Алян». До свидания. 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 Продолжение следует...